Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Вопрос целиком засчитывать я не буду. В нем много деталей, достаточно таких, ну, вписывающихся в общую картину вопросов. Ситуация следующая. Автор вопроса девушка, пожелавшая остаться анонимной, поссорилась и рассталась со своим молодым человеком. И в этот период, в период расставания она получала поддержку от своего друга, который достаточно активно ей помогал. Вот, который много чего для нее делал по словам автора. И потом, когда она вновь со своим парнем сошлась. Вот. А вдруг... Также нашел себе девушку. Вот. Вот. То их общение как-то... Сошло на нет. Но у автора вопроса осталось такое чувство, что она потеряла что-то важное. Вот. Как она сама сказала. Вот. Вот. Значит. Что... Ну. Забота. Забота. Да. Хорошие отношения. И, в принципе, то, что можно, получается, жить как-то без ссор, да, без конфликтов. Вот. И, соответственно, спрашивать, что делать. Значит. Почему, говорит, она думает о друге, не может его как-то забыть, да, как раз перед возможностью построить более серьезные отношения сейчас. С своим парнем. То есть, перевести... Ну, перевести отношения, да, ну, в какой-то более серьезный, как она сама говорит, формат. Вот. Вот такая вот история. Что мне здесь хочется сказать? Ну, наверное, в первую очередь, да, я бы, наверное, сказал, что совершенно очевидно, что есть у вас некоторая трудности с вашим парнем, вот, как мне видится, и вот ваша потребность в... Ну, забудьте, да, потребность в цепле связана с тем, что в сорах, именно вот в сорах, вы, в общем-то, ну, нарушаете, как бы, свои, ну, вот, личные границы, да, вы как-то, если можно так выразиться, постоянно оказываетесь в чем-то вроде дефицита, вот, то есть это такое состояние, состояние дефицита у вас, вот, и, как мне видится, это приводит к некому напряжению, к некому внутреннему противоречию вашему, вот, которое и, соответственно, нуждается в разрешении, в том числе, посредством, вот, друга и, соответственно, нахождение с ним рядом, вот, то есть, вы, на мой взгляд, тяготнете не к другу, а к своему состоянию рядом с ним, вот, при этом то, как вы говорите про отношения свои, то, как вы говорите про, ну, в целом, вот, как вы, как вы видите отношения свои. Я бы, конечно, предположил бы, что вам они важны именно серьезность в отношениях, важна вам именно, вот, знаете, такой некий статус, что ли, в отношениях вам, для вас важен, вот, и то, как вы отреагировали на расставание с своим парнем, именно сама реакция, ее интенсивность, ее, скажем так, ну, протекально, да, вот, давайте, наверное, так скажем, да, как это все у вас, вот, протекает, вот, то, как у вас это протекает, я бы сказал, что возможно, речь идет о некой эмоциональной зависимости об, ну, вашего мужчины, об вашего мужчины. Вот, то есть нужно смотреть, какие есть у вас проблемы в отношениях, то есть какие вот есть, ну, сложности, ну, во взаимодействиях у вас с, ну, значит, вашим, ну, вашим, ну, вашим молодым человеком, вот, и смотреть в сторону коррекции, вот, если скорректироваться, то, ну, можно, да, если можно это скорректировать, как-то, то корректировать, если нет, то, соответственно, вами, ну, принимается решение о расставании, значит, с, ну, с вашим молодым человеком, потому что, ну, дальнейшее нахождение, ну, в отношениях с ним, просто будет делать вас несчастным, вот, к сожалению. И это, в этом смысле нужно себе признаться. Пока, пока, пока же, на мой взгляд, вы себя больше как-то, наверное, обманываете, да, вы, может быть, вот, предпочитаете чего-то не замечать, ну, вот, ну, в отношениях, вот, то есть предпочитаете, ну, чего-то не видеть. И, соответственно, ничего хорошего из этого, ну, для вас не несет там и справа, ну, когда вы себя, вот, обманываете, да, ну, когда, если вы себя обманываете, то, в общем-то, получается только, что вы актуализируете свои внутренние конфликты, вот, которые у вас есть. И, собственно, ничего хорошего для вас это не несет, вот, как мне кажется, по крайней мере. С точки зрения психологии, да, с точки зрения психотерапии, вот это то, что, ну, то, что я вижу сейчас. И вам, соответственно, в первую очередь постараться разобраться в себе, вот, в первую очередь постараться разобраться в своих чувствах, вот, а дальше уже смотреть, что есть ваше отношение с вашим мужчиной, как, ну, какие они, да, какие они, и ваши отношения к другу тоже, то есть, ну, вот, сейчас есть такое чувство, да, что вы больше все-таки ну, ну, в отношениях с ним, вот, значит, дальше, так, почему для меня таким болезненным стал вопрос именно сейчас, да, то, что вы потеряли заботу и так далее. Там есть конфликт с вашим партнером никуда не ушел, никуда не делся. А, с другой стороны, вам важно создать, как вы сами пишете, серьезные отношения, вот. Тут проблема в том, что вы фиксируетесь на отношениях, а не на человек, как таковом, самому себя. Вот, отсюда и подобная проблематика возникает. Собственно, это, это тоже конфликт и, ну, внутреннее противоречие, и с ним, соответственно, тоже, тоже нужно, на мой взгляд, работать. На этом все. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать на собой работу. Желаю вам всего самого доброго и удачи.